Вот этот тысяча матч у тебя скоро там, да, и какой-то момент из этой длинной пути там сбил он, какой-то момент тонкий. Может, вспомнишь, что там было? Может, он совет дал какой-нибудь? Вот был такой момент, он меня как-то вызвал, вот как раз, он меня вызвал, потому что видел, что я что-то недовольный сижу. Я не помню, сколько лет мне тогда было, но я был достаточно молод. Вот он вызывает меня и спрашивает, что с тобой происходит, что у тебя там, может, в семье что-то не так, может, какие-то проблемы. Я ему говорю, я ему дословно говорю, да хер ли я сижу в хоккей смотрю? Он такой, в смысле? Но я ему говорю, я на большинстве не играю, сижу в хоккей смотрю. И тут он закипел, буквально такая вспышка была. Он говорит, так вот какая херня у тебя. В декабре я приезжал в Омск и как раз там на выезде играл Салават Юлаев. Нашлось время, и мы больше получаса сидели в отеле, разговаривали с капитаном Салават Юлаева Григорием Паниным. Очень интересный разговор, я не думаю, что он сильно устарел. Как раз Гриша рассказывает о том, какая философия сейчас Салават Юлаеве, как работает с новым главным тренером Виктором Козловым. Много разных интересных вещей, которые даже не касаются хоккея. Посмотрите, особенно если вы фанат Салават Юлаева, Гриша Панин всегда интереснее. То есть ты за своей статистикой не следишь? Вообще. Чем больше я не слежу за своей статистикой, тем лучше. Почему лучше? Ты знаешь, такая штука, я давно заметил. Я сейчас не про конкретные игры, а про голы передачи я не беру, а то, что касается броски, силовые приемы. Когда начинаешь плюс-минус, для меня же, для защитника важен плюс-минус, я же защитник на массе. Чем больше я начинаю на это обращать внимание, тем больше это как-то начинает ухудшаться. Не знаю, каким образом, но это так работает у меня, по крайней мере. Овечкин, вот он недавно побил рекорд Горди Хоу, да. И он сказал, я об этом рекорде узнал перед началом сезона, в Инстаграм листал. О, Овечкин близко к нему, он такой, ничего себе. То есть вот так работает. Давай тогда проверим твою интуицию. Кто лучший в истории КХЛ по хитам? По хитам? Кто? Есть варианты? Ты на втором месте среди защитников. Кто лучше тебя по хитам в истории КХЛ? Миша пошли. Да. У него 1033, у тебя 724, я посмотрю. А назовешь четырех форвардов, которые лучше тебя по хитам? Четырех форвардов? Они до сих пор играют? Ну, кто-то нет. Но просто вот четыре форварда, потому что ты же против них играешь. Это Артюха? Нет. Это игра интуиции. Догадаешься ли ты? Ну, я думаю, Яшкин еще не дошел, потому что он не столько себе. Нет. Ну, вообще, он очень много хитов. Это... Я даже не знаю, кто из таких хитов. Может, Жаровка еще кто-то. Рыбин. Макс, точно. Макжин. Лукаянов. А, Лука? У него, кстати, в районе твоего. 780 типа того. Тимкин. Тимыч, серьезно? Да. Ну, да, Тимыч, серьезно. Наработал. И Карсунс. Карсунс? Да. Он тоже здоровый. Много лет. Я помню, в него, когда въезжаешь, не очень приятно. Он прям как в стену врезаешься. Что такое для тебя хит? Потому что это для тебя просто проходной момент, или ты можешь из него культ сделать? До недавнего времени это, наверное, была какая-то такая проблема, которая порой какой-то негатив нам не оставляла. Хит. Ну, обычно это либо в голову, либо в спину, либо еще что-то такое. Сейчас для меня это силовой прием отделения соперника от шайбы. Он, в принципе, и до этого был. Но у меня до этого как-то какой-то прям внутренний такой, знаешь, это когда глаза горят, и такая секундная эмоция. Это то, что жестких хитов касается. А так, в принципе, мне всегда, наверное, с детства нравились там Каспарайцы и те, которые, ребята, играют в силовой хоккей. Поэтому как-то меня такой стиль привлекал всегда. Ты учишь молодых, потому что вот Шакир, я так понимаю, он скоро может уехать в Нью-Джерси. Может уехать, может не уехать. Я так понимаю, ему надо думать. Готов ли он к этой лиге, не готов. Как ты молодым что-то так показываешь? Какие такие приемы, как корифей. Ну, а то, что касается хитов, я не показываю, как нужно. Я, наверное, какие-то моменты там в отборе шайбы, то, что касается клюшки. Ну, и вообще, чтобы ему было комфортнее играть и раскрываться со мной, я... То, что касается атаки, я ему говорю, если у тебя есть возможность, бери шайбу, иди вперед. Я там тебя подстрахую. Или когда я где-то пытаюсь атаку поддержать, ты меня страхуешь. Где-то в отборе я говорю, что мы идем с тобой вместе, либо я там втыкаю соперника, ты подбираешь. Ну, так, чтобы это и ему было плюсом для его там будущего понимания вообще, и то, чтобы для команды это тоже было плюсом. Мы просто шокируем иногда. Какие-то игры там смотрим, пацаны обсуждают, где они там в обороне плохо сыграли. Мы с Шокиром говорим, а с нами в обороне не играли, мы практически всю игру в нападение играем. Потому что, ну, мы там быстро отберем, и уже можно в атаку поехать. Салават Юлаев играет очень интересно. В этом сезоне был момент на старте, вы там побуксовали немножко. Потом тот момент, когда это был Мытищик, Уни-Луни, вы были первыми на Востоке. После этого все повалилось. И вроде бы сейчас все начало справляться опять. Это с чем связано? 68 матчей, то, что нельзя их ровно пройти, или как вот все это? Ну, я думаю, у каждой команды существует определенный спад в сезоне. Мы, наверное, попали на этот спад. Плюс еще у нас, так скажем, молодая команда. Ребята не обладают тем хладнокрови, тем уровнем мастерства, где-то на завершении. Да, они где-то создают... Мы создаем достаточное количество моментов. Причем иногда я после игры, там, после какой-то зашел в раздевалку, уже мы там кому-то проиграли. Я говорю, пацаны, мы в лиге на первом месте по созданным моментам, но по реализации, я не знаю, в самом конце. Так скажем, мы создаем много моментов, но вот как раз такие реализации у нас... Не то чтобы хромает, у нас вот сломается эта реализация. Потому что этого одного гола, один-два гола вполне достаточно, чтобы завершить матч. Потому что все равно мы делаем там какие-то невынужденные ошибки, можем пропустить какой-то там странный гол, лакросс, допустим, с тем же самым Борисом это долго было. Вот это вот хладнокровие. Но для этого все нужно время. Молодым пацанам нужно поаптисаться. Они в этом сезоне уже другие по сравнению с прошлым, как они в конце выстрелили. Они в этом сезоне уже на себя примеряют роли, так скажем, лидирующие. Им, конечно, тяжело это все дается, а через год они будут еще сильнее. Поэтому для них нужно время, им нужно подсказывать, помогать. Как вы в команде обсудили самый странный гол? Потому что, я так понимаю, это может случиться с каждым, но это был настолько мем. Ну то есть это даже вот захочешь так, не сделаешь. Который лакросс гол? Нет, который с его рота на уминку забросил. Да никак не обсудили. Наоборот, блин, у меня тоже такие голы. Но ты был такой? Нет, ну прям, чтобы со своей рукой. Но ты зерешь такой гол? Нет, мы играли в финале с магниткой. Я еще тогда в ЦСКА играл. Я пытался поймать шайбу, и просто она, как бы, траекторию ее поменяла, она залетела. Это как бы важный гол был, который решил исход матча. То, что Миша, это, ну, с течения каких-то обстоятельств, наоборот, его всех поддержали. Понятно, что ты начинаешь внутренне расстраиваться, что ты подвел команду, корить себе начинаешь. Если ты еще слышишь, что там болельщики кричат, или они потом где-то в комментариях пишут, это еще у тебя на себя сильнее давлеет. Но отдать должное Мише, то, что его наоборот, я думаю, эта ситуация закалила. Он после этого вышел, там, в одной игре два очка набрал, потом забил, и вот он, какая-то у него вот серия была, вот там набирал очки после этого момента. Поэтому такие случаи бывают у каждого хоккеиста. Я в начале сезона сам себе забил на предсезонном турнире с Казань. Ну, а не с Казань, а с Локомотивом. Не, автоколеты, это нормально. Я просто говорю, настолько эффектно было, что это... Но это ладно, было и было. Как зеленый дерби, наверное, главное в КХЛ, мне кажется, по накалу, как вы, с одной стороны, зеленый дерби, воспринимаете то, что происходит в Акбарсе, тем более команда для тебя не чужая, потому что это главная такая тема всего сезона, что у них там, что за движуха. Одни, говорят, набрали там ветеранчиков, они не могут ничего делать, вытянули, сейчас тренера сняли. Как вы на это смотрите? То, что в Казани происходит? Или на дерби вообще-то? Из Уфы смотрите на то, что происходит в Казани, потому что вы постоянно главный конкурент. Ну, на самом деле, у нас нет какого-то такого большого обсуждения, это какие-то микромоменты, там, Бурмистрова убрали, там, тренеров сняли, то, что у них там какая-то череда поражений, вот если вот в промежутке, вот, сколько мы игр уже отыграли, какие-то микрообсуждения, ну, такого, что что там в Казани происходит, мы больше интересуемся тем, что у нас происходит, как нам там со своими определенными сложностями и проблемами справляться. Я разговаривал сегодня с Кравицем, он сказал, что он, как тренер, приветствует, когда игрок подходит и в лицо говорит, что у нас там происходит, там, вот это все, ну, правда, там, типа, вот это мне не нравится, это, это, это. Бурмистров, я так понял, ну, парень, как бы для него душа и душой болит за Багбарс, да, и он высказал просто, что там происходит, его взяли, отстранили от команды. У вас это принято? То есть, может человеку саловать, подойти и сказать Козлову прямо, мне не нравится это, это, это? Или это все-таки нельзя так игроку себя вести? Во-первых, тут достаточно тонкий момент, смотря, кто это делает, смотря, когда это делает и смотря, при ком это делает. То есть, сильная сторона, конечно, покажешь свою сильную сторону, как личности, да, что ты можешь высказать в лицо, там, главному тренеру. Другое дело, при ком ты это делаешь. Если ты это делаешь при команде, унижаешь, принижаешь значимость тренера, главного. Авторитет роняешь. Авторитет роняешь. Это уже неправильно. Если тренер, как бы, не знаю, там, спустит это на тормозах, либо тут уже зависит от человека, какое он решение примет. Вполне возможно, если ты хочешь помочь, то ты можешь же сказать, подойти в любой момент. Наедине. Наедине и сказать там любую претензию, если она там по факту, по делу. Поэтому это достаточно такой тонкий момент. Но на эмоциях можно все что угодно сказать. Но со стороны Сани, я считаю, что это достаточно такой сильный поступок. То, что не каждый вот так вот встанет и скажет, ну, не слышишь, что я какую-то, ты тут неправильно вообще работаешь. Но он старожил, у него душа болит. Ему же можно понять. Конечно, можно, но говорю, достаточно тонкий момент. Я понял. Но у вас как демократия? То есть вы с Козловым, он же сам же играл Козловые слова. То есть вы обсуждаете все это? Он и сам обсуждал, и сам играл за Салават. И с ним, все равно Знарог, это, я думаю, он современный, но еще довольно советской формации человек. И я думаю, склада ума. Вот. Виктор Николаевич уже современной формации и с ним можно как бы обсудить достаточно любую тему, особенно то, что касается, что внутри команды происходит. Он и сам подходит к игрокам, и спрашивает, и они, и разговаривают, и отдельно, и пятерками. Я думаю, не подходит такого момента, да, эмоционального, чтобы кто-то такой встал и явно высказал свое недовольство. Как бы это и тренером должно чувствоваться. Вот это вот как раз чутье, где-то, видно же по игроку, что он что-то там, что-то ему не нравится. Это чувствуется, это и на лавке чувствуется, это и в тренировочном процессе чувствуется, это и чувствуется вообще, в принципе, когда там в раздевалке все равно где-то можно что-то услышать, потому что там проходит обсуждение. Как бы со стороны тренера, наверное, было бы, вот сейчас анализируя эту ситуацию, поскольку мы разговариваем об этом, можно было где-то сыграть на опережении, может быть, собрать какой-то там совет старейшей команды, лидеров каких-то и сказать, пацаны, как вы там видите, что вообще, что нужно, чего вам не хватает, как вы видите свою ситуацию. И уже из собранной информации ты можешь делать определенные выводы. И те люди, которые у кого-то где-то что-то сидит, вот болит, они вполне возможно выспяжутся, и это не выльется в какой-то там, я не знаю, скандал в КХЛ, скандал там в БАС, еще чего-то. Закрываю эту тему, не знаю, как бы о тренере другой команды как говорить, но все-таки это особенный тренер. Белядинов опять вышел на орбиту. Насколько он особенный тренер в твоей жизни и в таком достаточно почтенном возрасте он опять там рулит, на присухе ходит. Я понимаю, что Бабенко главный, но... Блин, это мэнтор, можно сказать, уже хоккей, который выиграл все, что возможно и обладает и знанием, и опыт таким, который, я думаю, он только поможет Барсу. Для меня он был своего рода таким показателем, наверное, умного, грамотного тренера, который разбирается именно в тонкостях и очень хороший психолог. Вот этот тысяча матч у тебя скоро там, да, вот и какой-то момент из этой длинной пути там с Биллом, какой-то момент тонкий. Может, вспомнишь, что там было? Может, он совет дал какой-нибудь? Вот был такой момент, он меня как-то вызвал, вот как раз, он меня вызвал, потому что видел, что я что-то недовольный сижу. Я не помню, сколько лет мне тогда было, но я был достаточно молод. Вот, он вызывает меня и спрашивает, что с тобой происходит, что у тебя там, может, в семье что-то не так, может, какие-то там проблемы. я ему говорю, я ему дословно говорю, да хер ли я сижу хоккей смотрю? Он такой, в смысле? Но я ему говорю, я на большинстве не играю, сижу хоккей смотрю. И тут он закипел, буквально такая вспышка была. Он говорит, так вот какая херня у тебя. Я-то думал, у тебя какие-то проблемы, там что-то не так, а ты сидишь и недоволен, то что ты в большинстве не играешь. Ну, как-то мы после этого еще пообщались, и где-то через игру, через две он меня стал выпускать в большинстве. Разрядил обстановку и нашел, как твою энергию использовать в правильном русле. А Вещкина ломали где-то 5-6 раз за карьеру нос, и он каждый этот случай помнит. Сколько у тебя раз было? Ты считаешь? Три, да? Три, но первый раз мы сломали в ночном клубе. Так что, если про хоккей, то это два раза. Там-то ты совсем молодой был? Восемнадцать лет? Лет, да, восемнадцать. В ночном клубе. Это не все. Но, вот сколько заживало сейчас после роду вот эти моменты? Ну, да не долго заживало. Это же нос. Быстро, да? И четыре гола он реально запел? Да ладно. Такое было, да? Пять-четыре они выиграли и выиграли. Такое было. Какой был момент Садула, не очень помню, там стык, он тебя как-то что-то локтем? Да, мы на подбор шли, нет, я начал заваливаться и уже он просто своей массой как бы меня вдавил уже в борт, он тоже там падал и вдавил в борт. Он после этого позвонил мне, сказал там, извини, я говорю, это нормально все, я все прекрасно понимаю, всего в таких ситуациях будет. Акция, интересно, у вас проходит корм для домашних животных, как все это появилось, расскажи, потому что добрыми делами надо заниматься. Ну, на самом деле в инстаграм очень много людей пишут и там и детям помочь, и взрослым помочь, и денег кому-то занять и как-то вот отозвалось именно то, что касается там животных. Есть один дом, мы туда, кстати, ездили в прошлом году в Уфе, в Глино, в районе, вот, и там мы приезжали, там, блин, там 200 собак. Здесь в этом году я уже спрашивал, она говорит, у нас уже 130 кошек, вот, и как-то решили сделать такую акцию, собрать корм. В прошлом году собрали, по-моему, 200 болельщиков и 200, вот, век, по-моему, компаний, фирм, которые занимаются тоже кормом. Собрали 400 килограммов премьер, привезли, они сказали, это на неделю, на неделю. На неделю? На неделю. А, ничего себе. Вот, в этом году около, ну, практически тонну собрали болельщики, там собрали 480, и вот это вот первый лет на 2 это все удержали. Так что, я думаю, это войдет в какую-то, наверное, в традицию, чтобы вот так, с каждым годом будет увеличиться, может, что-то перерастет. Бывает, что у тебя время свободное, ты приезжаешь, да, там питонию смотришь, что-то. Ну, вот в прошлом году один раз ездил, в этом году тоже поеду, но сейчас пока у нас там игры, и мы в Уфу вернемся, когда заедем, да, обязательно. Потому что даже нахождение вот там с животными, это совершенно другие эмоции. Это, ну, это не передать, надо там побывать. Баширов мне рассказывал, что ребята, которые уехали, там все, хартиканят, там, харти, да, манинь, все остальные, они пишут иногда, что-то, да, общение продолжается какой-то переписочке. ну, в инстаграме, там, каким-то, чем-то с Филом, с Ларском, мы созваниваемся и переписываемся, там у него были с ребенком в семье проблемы, поэтому ему нужно было остаться там в Дане, сейчас вроде хорошо, он там играет за свой клуб в его городе, где он живет, и да, он хочет вернуться. Как только возможность будет, как раз Башир говорит, они готовы вернуться, как только будет возможность. Конечно, конечно, они же здесь, блин, они бы звездами, они бы героями отсюда уехали, если бы в прошлом сезоне кто-то из них один бы хотя бы остался. Они и так, в принципе, здесь всю жизнь на ведущих ролях были, и Харти тут, и все рекорды клуба по устанавливанию, вот, а еще бы, если бы остался, мне кажется, его бы лично на руках донесли бы до Финляндии. Представляешь, они возвращаются, а у нас уже три легионера вместо пяти, то есть получится, что и даже не впихнешь их обратно. Как ты относишься к тому, что, наверное, сократят, а может, и не сократят? Вот и сейчас спросите. Мне уже задавали такой вопрос, то, что касается наличия легионеров в команде, это, в принципе, покупает легионеров достаточно хорошего уровня, качественных, они, в принципе, не в принципе, а не в целом улучшают уровень лиги. Это любую команду возьми, иностранцы всегда на лидирующих позициях. Вот. С другой стороны, сейчас то, что мы имеем, за неимением тех самых пяти иностранцев, мы имеем молодежь, которая со временем может дать хорошие результаты, вырасти в игроков НХЛ и в качественных лидеров не только своего клуба, но и, в принципе, сбора. Поэтому это такая палка. Так они этого и хотят тогда, Третьяка и все остальные, чтобы выросла наша молодежь, это и хотят. Если они этого хотят, значит, это будет работать именно в этом направлении, потому что молодежь сейчас начинает получать игровое время, когда они там были в четвертом звене и получали по 7-8 минут за игру, и на решающий момент они не выходили. Соответственно, твой рост будет намного дольше происходить. Сейчас они получают там 14-15-16, иногда 18 минут, в конце они выходят на большинство, плюс в конце еще на решающие моменты. Это все их очень сильно обтесывает. Плюс еще у нас плей-офф, это совершенно другая игра, где они будут закаляться. Поэтому вот в таком направлении это будет работать. В чате еще в прошлом сезоне там один журналист писал из ухы, почему не играет Алла Лыкин, дайте играть Алла Лыкину, прям Алла Лыкину боль была. Почему так мало играет? Вот как раз такие примеры. Но Алла Лыкин, он яркий самый клуб в каком смысле? То есть те люди, которые говорят, эксперты, кто-то еще говорят, вот посмотрите на Алла Лыкин, пять легионеров, они играют одной пятеркой, и они просто играют между собой. Кого они учат, кого они что научили? То есть они просто выходят, им дают кучу времени, отрабатывают деньги, набивают там бонусы, все, они играют между собой. А вот когда три человека, одного поставишь, там еще двух русских к ним, еще как-то разбить. Вот на том опте, кого вот эта пятерка, когда они играли между собой, научила? Но я знаю, только Умарк много дал капризу, например, в Уфе. Кого эта пятерка научила? Не могу сказать, что кого-то, чему-то она научила, потому что я думаю, что у молодого там пацана с иностранцами вообще не происходило. И они играли в свой хоккей. Они же выбивались из общей системы игры. Да, они на своей волне играют первую бригаду большинства, первую зену. То есть очень много игр из-за ворот, очень много там может быть и неоправданных, но пасов на пятак, но так скажем, своими действиями, свои зарплаты они оправдывали, они делали этот результат. Но то, чтобы допустим молодой парень пришел в команду и начал эту заворотную игру, он ничему не научится. только через столкновение, через вылазить на пятак тогда он научится. Поэтому у них была своя роль, они с ней справлялись. Тянули команду как двигатель. Запустил линию одежды, вот в Инстаграме ты прорекламировал, как это, что за бренд, как она появилась, как простому человеку ее купить свитшот. запустила этот бренд моя супруга, это С, это П, ее зовут Александра, Саша Панина, 11, но ко мне немножко есть небольшое все, потому что я играю под 11 номером, купить очень просто, нужно сделать либо в Инстаграме, либо в Телеграме, PAS 11, нижняя подчеркивает мне называется ее Инстаграм, она там ответит, заказать, вот, размер, цвет, без проблем подберет. Я, я, можно сказать, являюсь таким амбассадором, ну, рекламным двигателем, двигателем рекламы ее продукции. Да. Но на самом деле мне нравится классный костюм и цвет, мне нравится цветовая гамма классно подобранная и теплая, тем более мы сейчас по городам по таким ездим. Кстати, тему еще, один вопрос на эту тему, я сейчас придумал закрыть ее тоже про легионеров, вот сейчас, наверное, вернется Лада в следующем сезоне. Лада. Лада, наверное, ну, если уж спонсор Лада стал, автоваз стал спонсором ХЛ, ну, наверное, Лада вернется. Даже Ладу спонсирует администрация Самарской области. А, не имеет автоваз отношения к ней, да? Ну, я не знаю просто. Я разговаривал, вообще этим занимается спортом Министерство спорта Самарской области, соответственно, с администрацией выделяются деньги на спорт. Я не знаю, кто будет на самом деле спонсировать, но было бы здорово, если бы команда играла в ХЛ, потому что, насколько я знаю, школа там существует, и ребята просто разлетаются по России. Там Казань на первых местах стоит, откуда, ну, если какой-то перспективный молодой парень появился, уезжает сразу в Казань, потому что школа эта все более развита, чем в Толиете. Да, ну, во-первых, насколько ты рад, что твой клуб где-то играл на Мувернерской ХЛ, во-вторых, все такие говорят, ну, вот сейчас еще игру возьмут, появляется больше рабочих мест, они говорят, а где взять столько российских игроков, это значит, цена на них возрастет, как в футболе же был такой, типа там, у них цена росла, потому что у них русский паспорт, а я так думаю, блин, ну, в хоккей у нас столько народу ходит, столько там людей работу ищут, вот так, поездок разобраться-то. Ты видишь проблему, что не наберут русских игроков? Я не вижу. Нет? Что происходит? Совершенно. Во-первых, Тольятти, это рабочий город, где основные места люди работают на АвтоВАЗе, и после там какого-то рабочего дня вообще хоккейный город, да, сколько там было создано традиций, когда я там начинал, и люди хоть сейчас и ходят, там, высшая лига существует, но это же совершенно не тот уровень. По-моему, даже заполняемость трибуны сейчас не такая. Когда, когда КХЛ было, трибуны всегда были полные, потому что команда хоть и боролась там за выход в плей-офф, но за команду всегда приходили болеть, и сама школа поставляла своих игроков туда, там они могли расти, и потом продавались там в другие клубы. Поэтому для Тольятти большая значимость, и в принципе игроков найти не проблема. Сейчас многие команды берут курс на омоложение, поэтому молодых игроков отправлять, они будут там расти, либо оставаться, это уже будет зависеть от руководства, от финансирования клуба. И последние два вопроса. Во-первых, футбольный чемпионат мира смотришь ли ты, или есть у вас любители этого дела? У нас есть, да, любители этого дела, но я, можно сказать, краем глаза смотрю и не разбираюсь. Не то, что не разбираюсь в футболе, я не знаю, сейчас многие знают, Месси играет, Роналд, Неймор, травму они получили. Я всегда прихожу, допустим, утром раздевал к пацану, ну что, кто там, как сыграл, кто вообще там, на каком месте, за что сейчас играет. Потому что он идет в декабре, когда сезон, не до этого. А вот когда летом ты лежишь там на шезлонге, делать нечего, посмотрел футбол, матч. Нет? Не так. Или ты вообще его не смотришь? Не так. Я очень к нему спокойно отношусь. Скептически, нет? Нет, не скептически, достаточно спокойно. Потому что тебе лучше там, ну, полазить там по горам, То есть самому чем-то заняться, чем пинать мяч. Я какой-то, наверное, месяц назад следил за Холмом, который в этот Мальсити, да, он перешел. Потому что у меня в Ютубе высвечивалось то, что он там где-то три гола забил, где-то два гола забил, какой-то там двухметровый кто-то дольчанин, который разрывает только по палубу и кто-либо уже разрывает его. Было интересно последить за ним. Вот интересно, вот я разговаривал сегодня с Димой Сычевым, спросил у него, что ты думаешь про Роналду, потому что он мега-легенда, но он, например, там пишет письмо, типа, перепишите на меня передачу, там, вот этот гол, причем через федерацию заставляет их писать, или там действия в команде находясь, он там идет, дает бомбовое интервью, типа, у себя козлы, там, не понимаете, вы чморите, там, вязал слезы, проливаю. Если бы такой человек был в хоккее, что бы с ним сделали? Но при этом он супер-легенда, и он легендный останется, это как Коби Брайант, Майкл Джордан. Вот как хоккейный менталитет, что перевесит? То есть, с одной стороны, звезда может все, Дима Сычев сказал, он звезда, он может все, он заслужил право отставить свои взгляды, как он есть. Но с другой стороны, в хоккее, может быть, тебя уже били ногами уже в развивательной сыче. Нет, ты знаешь, на самом деле, Дима прав, что он может многое себе позволить, но негласно, он бы небольшой свой авторитет подорвал такими заявлениями. Все равно же, ты на такого человека смотришь, там, основная масса людей смотрит как на божество, да, определенное, и как будто бы он без изъянов. Поэтому мы благотворим таких людей, которые, там, забивают галлы в играх в чемпионаты мира, они везде в топе. Такими своими действиями человек понимает, что, ну, он такой же, как и я, грубо говоря, обычно может сесть на кухне или на диване кого-то там, судить или сказать, высказать, что ему не нравится. Правда, он это говорит громогласно, это говорит о его личности, что действительно может себе это позволить. Но, так скажем, негласно он немножко подрывает такое мнение себе. Но при этом он не остается плохим игроком. Он реально легенда, и сейчас, насколько я сегодня тоже разговариваю про него, где-то там в Северской Аравии какой-то космический контракт писал на заказе своей карьеры. Красавчик. 200 миллионов это цена всех игроков ККЛ вместе взятых зарплат. Ну вот, это говорит о его величии. Кстати, уточнить хотел, по поводу этого профсоюза, он что-то есть, вообще делается, или он существует вообще? Я вообще не в курсе чего. То есть, большинство игроков вышли и просто о нем забыли? Я же в прошлом году, по-моему, по этому поводу разговаривали, я обзванивал ребят, кто еще является в этом совете из игроков по поводу вообще, что можно сделать, как. Ну, просто его нет сейчас. Половина уже там не в этом, не в совете профсоюза, половина была в чем работает, вроде, как платим, вроде, как ожидаем дальнейших такой пункт. И так на этом все закончилось. Я просто, я же в другую сторону знаю, там, я же не раз уже говорил про пример свой личный, потому что касается там отчислений, денег, что их нет. Но сейчас, короче, ничего такого. Ничего. Просто такое тихо-тишно. Самое последнее. Поддержал недавно Родиона Амира и не только ты, это, как бы, многие делают, это очень, такой момент не то, что трогательный, болезненный. Это очень непростой момент. Это очень тяжелый. И насколько вы в команде постоянно думаете об этом? Постоянно пытаетесь энергию туда отправить? Мы, мы разговариваем об этом. Вот у нас ребята был выходной, они летали туда, к нему, в Москву. Вот. Встречались с ним, ну, разговаривали, сходили на ужин, ему все равно как-то это приятно его, этот тонус тоже определенный держит. Потому что когда-то там родители, это одно, там, друг с небесной находится, это другое. Другое дело, когда там со всего мира ребята поддерживают, ты там, у своей команды, я там тоже нет, нет по званиям, спрашиваю о мире, как, давай, мы этим ждем, непростая ситуация, поэтому как-то всем только желаем ему самого лучшего, чтобы он выздоровел, чтобы он вернулся с Уфу, на арену, там был с нами. Да. Баширов как раз сказал, что он, прямо, слова такие, его передают выигрывайте кубок, салатуй лайк, то есть, прямо, и он мыслями с вами, и вы мыслями с ним, несмотря на то, что вы находите в разных городах. Да, да. Но мы его, как, я подходил, спрашивал, как можно поддержать, что сделать, ну, на самом деле с ним. Да. Бывают такие моменты, что ты, как бы, хочешь что-то сделать, но в деле не получается. Хотя, вот, есть моменты, когда ты можешь что-то сделать, вот как там, помощь, там, тем, кому-то. Это стоит, мы спрашивали, что вообще можно сделать, но пока, как бы, там же отец еще находится, вот, и у отца, как бы, мысль, там, ну, о лечении, реабилитации, что вообще можно сделать, какие там, все равно же это какой-то определенный комплекс, одно, второе, третье, нужно пройти. Будем ждать, и будем верить в лучшее. С тобой всегда приятно поболтать, желаем тебе удачи, и вот все, кто смотрит болельщики, слава Твилаева, вот, я думаю, они посмотрели это видео, и еще раз порадуюсь, у них такой капитан. Субтитры сделал DimaTorzok, 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 Субтитры сделал DimaTorzok,